На повестке дня 8-го заседания Совета депутатов стояло много вопросов, но особое внимание было уделено деятельности исполнения бюджета Ленинского района в 2013 году и установления размера платы за пользование жилыми помещениями с 1 мая 2014 года. Куда должны пойти отчисления на капитальный ремонт многоквартирных домов, рассказывает наш корреспондент Людмила Медведева. В работе 8-го заседания Совета депутатов принял участие глава Ленинского района Сергей Кошман, его заместители, начальники управлений. Татьяна Макушкина доложила собравшимся об исполнении бюджета муниципального образования за 2013 год. Исполнил по доходам в сумме 2 млрд 734,9 млн рублей, по расходам в сумме 2 млрд 837,9 млн рублей, дефицитом в размере 107,5 млн рублей. Кроме того, в этом году удалось обеспечить в полном объеме и ряд задач, поставленных органами исполнительной федеральной власти. Существенно укреплена материальная база в учреждениях района, сказала в своем выступлении Татьяна Макушкина. Многофункциональный центр 66 млн рублей направлено на его реконструкцию и оснащение. Станции скорой медицинской помощи, офисы врачей общей практики, открытие перинатального центра, приобретение медицинского оборудования на 15 млн для роддома, на 12 для ВРКБ. Это и капитальные ремонты образовательных наших учреждений, больше 50 млн на подготовку к новому учебному году. Совет депутатов принял решение утвердить исполнение бюджета Ленинского района за 2013 год. Вадим Сулат отчитался о деятельности ревизионной комиссии в период с 1 апреля 2013 года по период 1 апреля 2014 года. За прошедший период ревизионной комиссии Ленинского муниципального района проведено 43 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Это достаточно большое число мероприятий. Я могу сказать, что по статистике в Московской области мы занимаем уверенное первое место по количеству проведенных мероприятий. В связи с постановлением губернатора Московской области о создании фонда капитального ремонта, куда собственники жилья должны отчислять ежемесячно по 7 рублей 30 копеек с каждого квадратного метра, на решение Совета депутатов был вынесен вопрос об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями с 1 мая 2014 года. Но поскольку в поселениях района нет программы по выделению средств на ремонт многоквартирных домов, депутаты приняли решение этот вопрос отправить на доработку. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.